Приведите в порядок апатитские остановки. Такой крик души вырывается у горожан, которым приходится ждать автобус под снегом или дождем. На одних улицах отсутствуют крытые комплексы. Также где-то есть остановочные конструкции, в которых находиться не хочется, потому что грязно. Что ответят по этому вопросу представители управления городского хозяйства, узнавала наша съемочная группа. Мы находимся внутри крытого комплекса остановки на Бредово-11. Пассажиры сюда не заходят, потому что неприятно. Лавочки пыльные, стены грязные, а некоторые стекла просто отсутствуют. На такую скамейку даже сумки поставить брезгливо. На асфальте вечная сырость в перемешку с окурками и прочим мусором. Остановку на Бредово-11 пассажиры оценивают на тройку. Хоть в метель, хоть в дождь всегда приходится или вот рядышком, или вот на улице стоять. Всегда грязная остановка, никогда не посидеть. Во-первых, спиртным постоянно пахнет, вот мочой. Грязно очень, не прибрано. Но потом начинают убирать, когда начнем ездить. Огородники когда поедут. Следить за состоянием этой остановки должен предприниматель, который содержит прилегающий к ней павильон. Мы обратились в комитет по управлению городским имуществом. Его сотрудники проведут беседу с арендатором и примут меры. Остановка на Бредово-11 хоть и грязная, но с крышей. А вот на Ферсмана-10 людям приходится ждать автобус под открытым небом. Но к августу здесь должен появиться автобусный павильон, сказали в УГХ. Вторая остановка, за которую возьмутся коммунальщики, между стоматологией и детской поликлиникой. Данное мероприятие связано с необходимостью запуска маршрутов движения общественного транспорта по вновь построенному участку улицы Ленина проводилась совместно с ГИБДД и остальными заинтересованными лицами обследования. Работу будем проводить планово. Все остановки проводить в соответствии. На остановке у детской поликлиники планируют сделать заездной карман, павильон и площадку ожидания. Все этим летом. До других автобусных объектов доберутся уже позже. Каждый год УГХ ремонтируют по две остановки.